МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал о первой карагандинской новости в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Каворкинг-центр Дамукини СТГ в городской библиотеке имени Ауэзова пользуется популярностью у молодежи. В преддверии 85-летнего юбилея центр оснастили дополнительным оборудованием. История длиною 85 лет. Караганда готовится к масштабному празднованию Дня города. 10 февраля в шахтерской столице пройдут различные мероприятия. Карагандинская неправительственная организация будет вести профилактику наркомании совместно с посольством США. Временные поверенные в делах Соединенных Штатов в Казахстане Теодор Линк посетил Караганду. Обо всем более подробно. Каворкинг-центр Дамукини СТГ в городской библиотеке имени Ауэзова пользуется популярностью у молодежи. Для посетителей здесь оборудован комфортный зал для чтения, установлены компьютеры, обеспечен доступ к интернету. В преддверии 85-летнего юбилея центр оснастили дополнительным оборудованием. Дамукини СТГ – это свободное пространство, где имеется все необходимое для работы и интеллектуального досуга. Здесь созданы зоны для совместной и индивидуальной работы, мультимедийный кабинет, обустроена зона отдыха. Данный проект реализуется в рамках партийной программы Нуратана. Сегодня центр дооснащается. Вы видели, что, во-первых, сформирована электронная библиотека. Библиотека сформирована именно по направлению, где можно все узнать о нашем городе, о городе Карагандии. Затем здесь открыт молодежный центр Белемов-Талагы и также центр Замандас, куда могут приходить люди пожилого возраста. Многих людей уже обучили цифровизации, они могут спокойно заходить в компьютеры и пользоваться всеми программами, которыми им нужно. Организаторы заявляют, что открытию этого центра предшествовала кропотливая исследовательская работа. Изучались потребности местных жителей, их интересы и увлечения. Это уже второй каворкинг-центр, который был открыт по инициативе филиала партии Нуратан. Всего в нынешнем году планируется открыть еще четыре подобных центра. В каворкинг-центре посещение для всех бесплатно. Плюс для центра Замандас на данный момент сейчас заключаются меморандумы для работы с поликлиниками и с отделом соцзащиты. То есть здесь еще будут и какие-то обучающие семинары для пожилых людей в плане законодательства, в плане здорового образа жизни будет какая-то просветительская работа. И, конечно, запросов много шло от пожилых людей, чтобы мы могли прийти в библиотеку и просто так даже могли померить давление. Всего в регионе уже более 20 молодежных каворкинг-центров, открытых при библиотеках. Проект по созданию современных центров обучения для молодежи стартовал в прошлом году. В основном они располагаются в городских, районных и сельских библиотеках. Отмечается, что все центры были открыты благодаря помощи спонсоров и меценатов. История длиною 85 лет. Караганда готовится к масштабному празднованию Дня города. 10 февраля в шахтерской столице пройдут различные мероприятия. В канун праздника мы решили вспомнить яркие моменты из жизни Караганды. О некоторых страницах истории становления города расскажет Яна Гапонова. История этого прекрасного города начинается с 1833 года, когда обычный пастух Апак Байжанов нашел маленькие камни угля. Но тогда он еще не осознавал, что сделал величайшее открытие. Еще в 19 веке на месте Караганды ничего не было. Была лишь широкая степь, поросшая кустарником, караганником. Отсюда и произошло название города Караганды. В 1833 году мальчик-пастух Апак Байжанов в урочи Караганды-басе в норке сурка обнаружил черный горючий камень. Он сначала не знал, что с ним делать, и вечером бросил его в костер. И тот загорелся синим пламенем. Так он стал первооткрывателем каменного угля. Эта неожиданная находка карагандинских степей дала миру новый источник энергии, тепла и света. Но лишь немногие по-настоящему знают, насколько тяжело его добывать. Кто, как не сам шахтер, который собственными руками строил будущее Караганды, может рассказать обо всем. Когда приехали сюда первые спецпереселенцы, то здесь была голая степь, здесь не было ни воды, ни кустика не было. Здесь люди выбросили, и они путем как бы огромных жертв выжили и дали возможность развиваться городу. Первопроходцы, пришедшие на эту землю, увидели новый мир грандиозных возможностей. В 30-е годы, когда Караганда заслуженно получила статус города, люди начали возводить первые здания. Стены таких построек насквозь пропитаны захватывающими историями, ведь они до сих пор украшают улицы нашего города. За 85 лет Караганда преобразилась и стала красивым, уютным уголком, где каждый может найти свое призвание и строить светлое, счастливое будущее. Молодежь нашего города понимает это и не остается равнодушной к радостному празднику, и поэтому поздравляет свой любимый город. Я поздравляю Караганду с юбилеем, желаю ей большого развития, оставаться такой же многогранной, красивой, какой мы ее любим. Хочу поздравить Караганду с 85-летием, желаю ей хорошего представления, чтобы были больше деревьев, чтобы экономика наша не упала. Мне бы хотелось поздравить Караганду с 85-летием, пожелать ей процветания, газификации, наконец-то, потому что есть, конечно, много хороших моментов, но, тем не менее, есть и минусы в плане экологии. Я уверен, наше государство об этом осведомляет, но процесс идет, и это очень радует. Я поздравляю Караганду с 85-летием, хочу пожелать процветания. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Временный поверенный в делах США в Казахстане Теодор Линк посетил Караганду. Визит связан с реализацией проекта по профилактике наркомании, борьбу против которой будут вести неправительственные организации УМЭД при поддержке посольства США. Скорость, пыль, спайс, соль, кристалл. Сегодня синтетические наркотики заполонили рынок. Чаще всего их употребляют подростки. В интернете полно сайтов, где можно заказать желаемое. Предусмотрена и доставка. В роли курьеров – те же несовершеннолетние. Вот уже 15 лет борьбу с подростковой наркоманией ведет организация УМЭД. Первое – это, конечно, информирование. Второе – мы проводим семинары-тренинги. Там обычно это человек 20, не более. И вот именно на этих семинарах-тренингах мы стараемся прибивать навыки отказа от препаратов. Потому что все подростки абсолютно знают, что наркотики – это плохо. Но мало кто может отказать своему другу, старшему товарищу или какому-то вообще постороннему человеку, который ему может предложить вот эту таблеточку в виде просто какой-то витаминки от стресса какого-то, от проблемы и так далее. И вот поэтому нужно именно формировать у молодежи вот эти навыки умения отказываться. Оказать помощь в столь важном и непростом деле карагандинцам решило посольство Соединенных Штатов Америки. С визитом в Караганду прибыл временный поверенный в делах США в Казахстане Теодор Линк. Они будут оказывать техническую поддержку объединению ЭМЭД. Мистер Линк отметил, что этот значимый проект является одной из главных миссий США в Казахстане. Злоупотребление наркотиками – проблема, существующая во всем мире. В интересах обеих сторон бороться с этим явлением. Мы очень рады сотрудничать с Казахстаном. Мы делаем это с 2002 года и будем продолжать и дальше. В Караганде будет применяться американская модель КАТКО, которая доказала эффективность во многих странах мира. Примечательно, что данный проект реализуется только в двух городах Казахстана – Ускимене и Караганде. В ходе встречи столичным гостям рассказали про план действий. В основном работа будет направлена на профилактику наркомании. Сотрудники организации ЭМЭД уверены в своем успехе, ведь значимую поддержку оказывает Акимат города. Не может не радовать и тот факт, что в рядах борцов с наркотиками – бывшие наркоманы. Им удалось перебороть зависимость. Теперь они хотят помочь другим. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Восьмидесятилетний юбилей отмечает в этом году филологический факультет Карагандинского государственного университета имени Букетова. В рамках праздничных мероприятий состоялась презентация книги «Хазах Талиндега Демею Сёздер», автором которой стала кандидат филологических наук Фатима Кинжибаева. Фатима Кинжибаева была первой заведующей кафедрой филологии в Карагандинском государственном университете. Она всю свою жизнь посвятила исследованию казахской филологии и оставила после себя множество ценных работ. Одной из них является ее книга «Хазах Талиндега Демею Сёздер». В публикации данного труда имеет за собой огромную заслугу известный филолог Жанта Жакоб, который также присутствовал сегодня на мероприятии. Он отметил, что эта книга имеет особое значение для лингвистов. С точки зрения актуальности, эта книга является примером современным ученым. В этой книге проглядывается история нашего языка. Порой мы используем слова, не задумываясь об их значении. А после прочтения этого труда можно многое узнать. Филологический факультет – один из старейших факультетов Карагандинского государственного университета. За 80 лет его существования сделано немало дел. История факультета начиналась с одной кафедры – кафедры языка и литературы. Объединивший все дисциплины казахской и русской филологии. Сегодня филологический факультет Карагандинского государственного университета – современное и инновационное объединение нескольких направлений, в том числе журналистики и связи с общественностью. На сегодняшний день профессорско-преподавательский состав факультета включает более 70 человек. Сегодня мы празднуем 80-летие филологического факультета Каргу. За эти годы в профессорско-преподавательском составе побывали замечательные специалисты, которыми мы можем гордиться. Они внесли вклад не только в развитие факультета, но и всего казахского языка. Безусловно, 80 лет – солидный возраст, но многое еще предстоит сделать. Для этого филологический факультет имеет все – высококлассных преподавателей, замечательных студентов и большие возможности. Карагандинские 11-классники вновь примерили на себя роль участников Генеральной сессии Организации Объединенных Наций. В университете Булашах состоялся третья областная игра-конференция «Модель ООН». На этот раз главными темами стало сохранение природы, борьба с наркобизнесом и ликвидация безработицы. В нынешнем году организаторы игры решили разнообразить темы. На казахском языке участники имитировали работу продовольственной организации на тему агроэкология как источник сохранения природных ресурсов. На русском старшеклассники приняли участие в работе Совета безопасности, обсуждали противодействие наркобизнесу. А на английском стали членами Генеральной ассамблеи. Здесь речь шла о содействии инклюзивному развитию экономики и борьбе с безработицей. Проблемы безработицы, как раз таки развития экономики для того, чтобы молодежь искала рабочие места непосредственно в нашей стране. Уровень безработицы, конечно, есть, и я считаю, что с этим необходимо бороться. Для этого необходимо как раз таки со стороны государства содействовать образованию малого-среднего бизнеса, помощи именно населению в организации каких-либо предприятий. По мнению организаторов, участие в конференции расширит кругозор старшеклассников. Они приобретут опыт публичного выступления, будут общаться с другими участниками игры. Особую уникальность этому проекту придает трехязычие, заявляют организаторы. Мы внедряем трехязычие в нашу жизнь и показываем, что сейчас у нас молодежь, ученики владеют тремя языками одинаково. Они могут выражать свою позицию на любом языке. И мы даем эту возможность. Было заявлено 60 участников. К сожалению, из-за сильного мороза прибыло 32. Но это, я не думаю, что оно повлияет на качество игры, поскольку ребята приехали уже со своей позиции, и они будут ее отставить. Написание резолюции – конечная цель каждого комитета, но сделать это возможно лишь при достижении компромисса. Этим участники занимались на заключительной третьей сессии. На церемонии закрытия игры-конференции участникам вручили сертификаты по номинациям «Лучший спикер», «Лучший делегат», «Лучшая позиция». Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Краеведы сел, районов и городов Карагандинской области собрались в областном историко-краеведческом музее. В центре краеведов Асулмра состоялось второе заседание. В ходе мероприятия участники выступили с докладами по основным направлениям программной статьи президента Казахстана «Семь граней Великой степи». Сохранение и пропаганда историко-культурного наследия нашего края, формирование патриотизма, выраженный в любви к родной земле, ее культуре, обычаям и традициям. Именно такие цели поставили перед собой участники второго заседания Центра краеведов Асулмра. На встрече участникам представлены итоги совместной работы – книга обеих Акмолинского уезда. «Буквально недавно вышла совместная работа наша с известным краеведом Поповым Юриком Григорьевичем. Это продолжение работы, которая вышла до этого несколько лет назад, волосные бии Каркалинского уезда. На сегодня совместная работа вышла вместе с Юрием Григорьевичем Поповым – волосные бии Акмолинского уезда. Это актуально для студентов, школьников, историков». Один экземпляр издания передан областному историко-краеведческому музею. Центр краеведов Асулмра был создан в апреле прошлого года. На втором заседании состоялись чтение и обсуждение докладов по основным направлениям статьи главы государства «Семь граней Великой степи». «Есть койки и наработки этим уже летом вместе с сотрудниками Центра истории и культурного наследия Департамента областной культуры. Найдены были в течение прошлого года некоторые могилы знаменитых личностей, которые были на территории Каркалинской области. Сейчас эта работа проводится. Весной, я думаю, она и закончится. И мы тоже представим эти материалы для широкого круга». В ходе работы второго заседания Центра краеведов озвучены требования к публикациям статей в научно-популярном журнале. Также члены Центра краеведов Асулмра получили свидетельство краеведов. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Соболгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова